Добрый день! Прошу вас. Прошу вас. Но прежде всего я хочу вас приветствовать всех на белорусской гостеприимной земле. Думаю, что ваш приезд в Минск оставит хороший след вашей жизни. Ваш визит связан со знаменательной датой для нашей страны – столетием Верховного Суда нашей Беларуси. Искренне рад, что вы уделили этому событию внимание. Мы это очень высоко ценим. Наши страны тесно сотрудничают в различных сферах деятельности, в том числе в рамках международных обязательств по линии сотрудничества независимых государств, союзного государства, Евразийского экономического союза. Мы активно развиваем свое присутствие на площадках Шанхайской организации сотрудничества. Сама жизнь подтверждает обоснованность устремлений народов бывших советских республик к более тесному взаимодействию. Особенно это актуально в наше очень непростое время. Мы едины в желании обеспечить своих государствах законность и порядок, защитить интересы наших граждан. Считаю, что ваш нынешний визит в Минск послужит дальнейшему развитию профессионального сотрудничества. Праздник праздником, но наши обязанности с нас никто не снимал. Многие преобразования в сфере судебной деятельности мы можем проводить синхронно и согласованно. Наша страна всегда открыта для диалога. Ну и уже сегодня, коль такой случай представился, должен вам сказать, что мы очень серьезно подсматриваем за вами, за вашими нововведениями в ваших судах и делая определенные шаги в реформировании нашей судебной системы. Мы смотрим, чтобы не забежать вперед и не уйти в сторону от вас. Если необходимо что-то сделать на государственном и межгосударственном уровне для вас, мы готовы поддержать и реализовать все ваши конструктивные предложения. Отмечу, мы уже сделали верный шаг в укреплении взаимодействия. По инициативе нашего Верховного Суда создан Совет председателей Верховных Судов государств, участников Содружества Независимых Государств. Это позволит скоординировать наши подходы в сфере правосудия. Особый интерес представляет обмен опытом в области судебного строительства. После распада некогда единой судебной системы, новым суверенным государствам пришлось создавать собственные национальные модели судопроизводства. Как вы знаете, Беларусь пошла по пути последовательного совершенствования структуры судебной власти. Мы отреклись от попыток чего-то ломать, крошить. Мы отдаем себе отчет, что мы стоим на плечах гигантов. До нас очень многое сделано в судебном строительстве. Мы этим путем шли, совершенствовали. Мы делали все обдуманно, без тотального перенимания ненужного нам зарубежного опыта. Мы провели несколько этапов судебно-правовой реформы. Судебное преобразование нашли свое отражение после определенных испытаний. Которые мы проводили на законотворческом уровне, нашли в нашей Конституции. Знаем, что у вас проходят процессы судебного реформирования. Нам интересны ваши достижения и готовы поделиться своим опытом. Я думаю, что наш председатель расскажет о наиболее значимых новациях в белорусском правосудии. Просто хочу еще раз подчеркнуть, постоянно совершенствуя судебную систему, уделяя большое внимание строительству, мы сначала опробовали все на уровне законов и подзаконных актов. А потом, когда убедились в том, что это ложится на нашу грешную землю, мы застолбили эти направления, эти вопросы в нашей Конституции. Поправки, которые мы совсем недавно приняли. Валентин Олегович, пожалуйста, вы лучше скажете об этом. Спасибо, уважаемый Штан Григорьевич, уважаемые коллеги, друзья. Правовой совет председателей высших верховных судов, который создан до конца прошлого года, уже начал свою активную работу. И Республика Беларусь в нем является сопредседателем. Я думаю, сегодня, когда девальвируются многие нормы международного права, когда ломаются и уничтожаются международные правовые институты, наше общение в рамках такого совета представляется очень и очень актуальным. На мой взгляд, основными темами такого взаимодействия, которыми мы используем и наши юбилейные встречи, это состояние наших судебных систем, пути и направления их дальнейшего развития. Я должен сказать, что в этом контексте наш собственный белорусский опыт и наша национальная модель правосудия имеют свои особенности, и она может представлять для вас определенные интересы. Я знаю, что это так. В нашей стране завершен очередной, уже третий этап судебно-правовой реформы, в ходе которого мы реализовали все основные структурные и функциональные преобразования в судебной системе, которые мы планировали. Состоявшийся конституционный референдум и внесенные изменения в основной закон Республики Беларусь уже на самом высоком законодательном уровне усилили основные принципы построения и функционирования судебной системы. Сегодня в нашей стране сохранена очень понятная, удобная, трехзвенная судебная система, которая полностью соответствует административно-территориальному отделению нашей страны во главе с единым высшим судебным органом – Верховным судом, который определяет судебную политику и судебную практику. При этом высокий статус Верховного суда впервые закрепляется на самом высоком конституционном уровне и с одновременным повышением статуса и гарантий для судей Верховного и Конституционного судов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...